МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Особенный праздник с интересной историей. Самара отметила 1 мая. В день весны и труда губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина возложили цветы к стеле трудовой доблести. Настоящему человеку дела в столице региона открыли памятник герою социалистического труда почетному гражданину Самарской области и города Самары Елене Шпаковой. Патриотическая акция в поддержку российских военнослужащих губернатор региона Дмитрий Азаров принял участие в музыкальном телемарафоне за мир без нацизма. Маски на готове, а за отказ их носить штраф в городе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сменили форму со служебной на футбольную. В столице региона прошел 10-й турнир в СИН России по мини-футболу среди курсантов высших учебных заведений. В воскресенье 1 мая в Самаре простились рядовым мотострелкового батальона. Артему Феоктистову было 19 лет. Он погиб во время исполнения воинского долга в ходе спецоперации на Украине. В последний путь проводить героя пришли родные и близкие. Артем Феоктистов год назад окончил среднее профессиональное учебное заведение. Принял решение служить по контракту. Являлся рядовым мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Сегодня мы провожаем последний путь военнослужащего по контракту Феоктистова Артема Дмитриевича. Проводя участник военной специальной операции, которая проводится вооруженными силами на территории Луганска, Донецкой области, 24-го числа погиб в результате этих мероприятий. Артем погиб при выполнении воинского долга 24 апреля 2022 года. У него остались родители, брат и бабушка. Прощение с бойцом прошло по месту его жительства в поселке Козелки Красноглинского района области. Проводить героя в последний путь собрались несколько десятков человек. Семья, сослуживцы, друзья, близкие и просто хорошие знакомые. Все помнят о нем, как о человеке добром, отзывчивом, готовом в любую минуту прийти на помощь. В тот же день в Самаре в Военно-историческом музее Центрального военного округа простились еще с одним бойцом. Со старшим лейтенантом, заместителем командира роты по военно-политической работе 30-й отдельной мотострелковой бригады Александром Брячневым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. 10 мая Александру должно было исполниться 34 года. Профессиональный пожарный и военный. Начальник пожарной части, командир мотострелкового взвода. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением со стороны коллег, друзей и сослуживцев. Самый лучший сын, любящий муж, заботливый папа, верный друг, надежный товарищ. Александр Брячнев посвятил жизнь служению Отечеству. Был патриотом своей родины, человеком долга. Совсем недавно, в апреле, его наградили нагрудным знаком Отличник погранслужбы третьей степени за участие в спецоперации по демилитаризации и дементификации Украины. У Александра Брячнева остались родители, две сестры, жена и две дочери. Младшие всего три месяца. Военного похоронили на кладбище Рубежное. Выразить поддержку тем, кто участвует в спецоперации на Украине. В Самаре на Площади Славы прошел концерт «За мир, труд, май, за мир без нацизма». Подробности далее. В поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Одновременно во всех городах России, в Самаре на Площади Славы, прошел концерт «За мир, труд, май, за мир без нацизма». В нем приняли участие областные и городские власти, члены профсоюзных организаций, юнормейцы, студенты и жители региона. С торжественным словом к собравшимся обратился губернатор Дмитрий Азаров. Мы за мир, мы мирные люди, но мы никогда не будем мириться с тем, что где-то угнетают людей, где-то убивают детей. Мы своих не бросаем. Мы против нацизма, мы против фашизма. В годы Великой Отечественной войны также поколение героев-победителей заслонило нашу родину от нацизма. А сегодня наши парни, следуя долгу, своему воинскому долгу, своему патриотическому чувству любви к своей родине, делают все, чтобы над нашим регионом, над нашей страной было мирное небо. Сила в правде, а правда за нами. Под таким девизом перед собравшимся выступили самарские коллективы и военнослужащие. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога не так, мы будем верою и правдою служить России. Память российских военных, погибших в военной спецоперации на Украине, почтили минуты молчания. Михаил Ермоленко, Виктория Шарея, Максим Магомедов, Константин Головин. События. В Самаре отметили День труда. После того, как в 2020 году президент России Владимир Путин присвоил столице региона почетное звание «Город трудовой доблести», для Самары это особый праздник. К стеле с одноименным названием, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, герои социалистического труда, почетные граждане региона и города и неравнодушные жители возложили цветы. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В Самаре зародилась новая традиция. 1 мая в День труда возлагать цветы к стеле трудовой доблести, отдавая дань памяти тем героям, которые ковали победу в Толовом Куйбышеве, а после войны ответственно трудились, чтобы прославлять родной город и любимый регион. Цветы к монументу возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, герой социалистического труда, почетные граждане региона и города и неравнодушные жители. Конечно, это знак уважения и признательности героическому поколению победителей, тому вкладу, который внесли труженики Самарской области, городского округа Самара, тогда Куйбышева, в великую победу. Здесь поистине тыл был фронтом. Стелу открыли в Самаре 10 декабря 2021 года в честь присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путином. Это звание присвоено городам, чьи жители внесли наибольший вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Этот день всегда для нас являлся символом весеннего обновления и символом уважения к человеку труда. Человеку, который отправляет в космос ракеты, человеку, который печет хлеб, человеку, который стоит у станков, лечит нас с вами, учит наших детей. И в этот день, конечно, мы всем им говорим огромное спасибо. Во время Великой Отечественной войны Куйбышев стал одной из важнейших индустриальных баз страны. В городе выпустили около 30 тысяч Ил-2 или 80% от всего объема собранных штурмовиков. Каждый третий артиллерийский снаряд и каждую пятую авиабомбу, поступившие в войска, изготовили труженики из города на Волге. «Наши деды, прадеды, они, да, ломали хребет немецко-фашистским захватчикам. Но все это опиралось вот на ту вторую составляющую, необходимую промышленность, в которой наш город, наша область были лидерами страны в то время». На Аллее Трудовой Славы в праздничный день была организована выставка военной техники. А жителей и гостей города возле каждого монумента в честь предприятий приветствовали группы волонтеров-экскурсоводов, которые рассказывали про историю достижений заводов, работавших в тыловом Куйбышеве. Виктория Шара, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Настоящий человек дела. В Самаре открыли памятник герою социалистического труда почетному гражданину Самарской области и города Самары Елене Васильевне Шпаковой. Монумент установлен у шоколадной фабрики, которую Елена Васильевна открыла в городе и долгое время возглавляла, прославив самарский шоколад на весь мир. С торжественной церемонии, в которой приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, а также почетные граждане города и ветераны предприятия, репортаж нашей съемочной группы. То, что Самара славится своей шоколадной фабрикой, во многом заслуга Елены Васильевны Шпаковой. В 1957 году она возглавила предприятие и за короткое время сделала это производство одним из ведущих в стране. Благодаря чему именно Куйбышев был выбран в качестве места для размещения крупнейшего в то время в СССР шоколадного производства. Поэтому не случайно именно здесь, возле фабрики и именно 1 мая, в День труда установили памятник почетному гражданину города и области. Я очень рад, что трудовой коллектив фабрики помнит и чтит имя Елены Васильевны, создателя фабрики, и, конечно же, сохраняет традиции. Спасибо ветеранам, спасибо труженикам фабрики сегодняшнего дня. За успехи в работе Елена Васильевна Шпакова была удостоена высокого звания Героя социалистического труда. Также она была награждена двумя орденами Ленина, Орденом Дружбы Народов, медалью «Ветеран труда». И сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз в День весны труда вспомнить добрым словом и, конечно, отдать дань уважения Елене Васильевне Шпаковой. Конечно, памятник Елены Васильевны должен находиться и здесь, около проходной нашей легендарной шоколадки, которую она по факту и создала. Как отмечают ее коллеги, директором Елена Васильевна была принципиальным и требовательным, но справедливым. И всегда заботилась о своих подчиненных, решала их вопросы и спорные ситуации. Большое внимание руководство предприятия уделяло социально-бытовым вопросам и культуре производства, а также экологической обстановке. Все это позволяло фабрике за свою ударную работу неоднократно получать знамена от руководства Куйбышевской области, профильного министерства и правительства СССР. И то, что у нее образование и профессия сошлись воедино, это, конечно, большой-большой такой вообще вот результат дал. Именно то, что она собрала и великолепную команду молодости нашей. Вот что у нас продукция вообще вырабатывалась такая, что мы гремели не только в Советском Союзе, но и по всему миру. В выборе места памятника, его создании и установке большую роль сыграл клуб почетных граждан Самарской области. Теперь Елена Васильевна или мама, как ее любя называли работники фабрики, будет встречать приходящих на работу сотрудников и провожать их домой. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. К яркому весеннему солнцу и долгожданному сезону в понедельник 2 мая в Самаре стартовали дачные перевозки. Для того, чтобы доставить жителей города на загородные участки, на всех запланированных маршрутах задействовали до 52 единиц транспорта, автобусов среднего и большого класса. Тему продолжит Ольга Павлова. На старт, внимание, первый автобус с пассажирами уезжает в поселок Водники. Здесь, на улице Георгия Димитрова, разворотная площадка и один из крупных пунктов отправления. Дачный транспорт разъезжается почти по трети из заявленных маршрутов. Евгения Горбатова везет заботливо заготовленную рассаду, ремонтантную малину и жимолость. По даче очень соскучилась, отмечает жительница Самары, и радуется весеннему солнцу и возможности без трудностей выехать на садово-дачный участок. Свежий воздух, потому что проскованность очень нравится. Глаз радует распускающаяся природа. Все уже цветет. Гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Приезжаешь, там красотища. На всех запланированных дачных маршрутах задействовали 52 единицы транспорта, автобусов среднего и большого класса вместимости. Как и в прошлом году, перевозки организованы по 29 маршрутам. Автобусы отправляются с улицы Георгия Димитрова, от завода Металлург, из поселка Управленческий, от Дома Печати, площади имени Кирова, а также с Хлебной площади, от автостанции Аврора, пригородного автовокзала и проспекта Ленина. Новшество для маршрута номер 165. Автобусы до Страмиловских дач уходят с Хлебной площади, но остановка на улице Бакинской сохраняется в качестве промежуточной. Уехать на дачи с мая по сентябрь можно по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также по праздничным дням. По вторникам и четвергам к дачным массивам следуют автобусы номер 170, а в октябре перевозки будут организованы только в выходные. В текущем году стоимость проезда не изменилась и осталась прежней на уровне 2020 года. Действуют у нас электронные садово-дачные транспортные карты, по которым также стоимость проезда значительно ниже затрат, которые несет перевозчик. У нас применяются льготы для школьников, точно так же, как и раньше на сегодняшний день. Это 16 рублей 60 копеек одна поездка. Таким образом, стоимость льготного проезда в дачных автобусах для учащихся школ, гимназий и других общеобразовательных учреждений при предъявлении справки равна стоимости льготного проезда по бесконтактной пластиковой карте школьника. Для лиц, имеющих право на получение социальной карты жителей Самарской области, действует садово-дачная транспортная карта. Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» рекомендует пассажирам перед поездками проверить баланс садово-дачных карт и при необходимости пополнить срок активации транспортной карты, равен одному году с момента совершения последней операции пополнения. Можно пополнить через приложение, мобильное приложение объединенной транспортной карты. В пунктах пополнения это офисы единого оператора на почте. Либо онлайн через приложение банка. Офисы единого оператора на улице Мариса Тореза 67А и Фрунзе 70 будут работать с 4 по 6 мая с 9 утра до 6 вечера с перерывом на санобработку с 13 до 14 часов, а 7 мая с 10 утра до часу дня без перерыва. Самарцам в очередной раз напоминают, что в связи с эпидобстановкой в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Пассажиры без масок в салон автобуса допущены не будут и билеты им не продадут. Уже при входе в транспорт организован контроль за соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора. Во время рейсов также следят за социальным дистанцированием. По вопросам, касающимся дачных перевозок, жители могут обращаться по телефону 207-70-11. Также работает горячая линия по вопросам использования транспортных карт. Ольга Павлов, Василий Кладашов, События. В Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проверки проводятся утром, когда пассажиропоток максимальный, а значит и риск заразиться коронавирусом возрастает в разы. Как жители города выполняют санитарные требования в нашем сюжете. И в праздники, и в будни. Нежедневная межведомственная комиссия с участием сотрудников профильного городского департамента, представителей перевозчиков, сотрудников полиции и добровольной народной дружины проверяют, как пассажиры соблюдают масочный режим в общественном транспорте. В ходе проверки самарцам разъясняют, что поездка без средства индивидуальной защиты органов дыхания не состоится. Маску нужно надевать перед входом в салон и не снимать до выхода. Масочный режим на транспорте до сих пор сохраняется. Установленное требование носить маску в салонах общественного транспорта и в ходе поездки в метрополитене никто не отменял. Мы в усиленном режиме охватывая утренние и вечерние часы пик и межпиковое время проверяем все виды транспорта и автобусные, и трамвайные, и троллейбусные маршруты, и линию метрополитена. Принцип работы у нас прежний. Мы заходим в салон, проверяем о том, чтобы у всех пассажиров была маска на лице, чтобы она была надета и плотно прилегала, закрывая нос и рот. О здоровье самарцев заботятся и перевозчики. Перед выходом на линию транспорт обязательно моют и дезинфицируют. С персоналом проводится регулярный инструктаж. Водители и кондуктора во время работы обязаны использовать средства индивидуальной защиты. О нарушениях пассажиры могут сообщить по телефону или в соцсетях. Кроме того, на линии работают контрольно-ревизионные бригады, которые не только проверяют наличие билетов, но и следят за соблюдением масочного режима. Перед выездом на линию экипажи наших автобусов получают маски защитные. Все автобусы у нас проходят ежедневную мойку. В подвижном составе установлены рециркуляторы воздуха, которые обеззараживают воздух. Мы постоянно следим за их исправностью, за частотой подвижного состава. Ирина – пассажирка ответственная маска на готове уже на остановке. Говорит, переболела коронавирусом, поэтому теперь без средств защиты никуда. Постановление губернатора и требования регионального Роспотребнадзора еще никто не отменял. У нас еще не сняли запрет. Еще в Самаре носим маски. Только за прошедшую неделю в отношении антимасочников оформлено 23 административных материала. С начала действия масочного режима в общественном транспорте с сентября 2020 года, в отношении нарушителей, которые отказываются использовать средства индивидуальной защиты, сотрудники полиции составили 1992 протокола. За текущий год их уже 1013. За отказ выполнять требования о ношении масок в общественных местах предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 50 тысяч. В каждом конкретном случае решение принимается судами, куда своевременно направляются все материалы. Участники межведомственной группы напоминают, что в поездке маска по-прежнему необходима и детям, и взрослым. Светлана Кудрявцева, Максим Магомедов, Григорий Плешаков, Совытие. Проголосовать за благоустройство, не отрываясь от рабочего процесса, самарские волонтеры продолжают посещать организации и предприятия города и рассказывать жителям о пространствах для благоустройства, которые участвуют в рейтинговом голосовании. О том, как без интернета отдать свой голос за понравившуюся территорию, расскажет Михаил Ермоленко. Процедура голосования через волонтеров – один из самых удобных способов выбрать территорию для благоустройства для тех, у кого нет современных гаджетов или учетной записи на госуслугах, рассказывает Евгения Ериценко. Второй год подряд она в качестве добровольца посещает учебные учреждения, организации и предприятия родного железнодорожного района и собирает голоса самарцев, которые хотят видеть любимый парк или сквер обновленными. Для этого Евгении нужен всего лишь смартфон и специальное приложение в нем. Вы нам диктуете свой номер телефона, мы его забиваем в свою программу и, соответственно, человеку, кто голосует, поступает звоночек. Последние четыре цифры являются кодом того, что он отдал добровольно свой голос, проголосовал за ту или иную территорию. Проголосовать можно даже на рабочих местах. Трудовым коллективом помогают сотрудники районных администраций и волонтеры. Мы проводим такие встречи практически на всех предприятиях, коллективах, чтобы рассказать в принципе, во-первых, саму идею, как выбираются общественные пространства. На таких встречах мы презентуем существующую, скажем так, идею по благоустройству территории, ну и, соответственно, приглашаем жителей отдать голос. Самарцы отмечают удобство голосования за благоустройство при помощи волонтеров. Семейный психолог из комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Лукина рассказывает, что уже второй раз отдает свой голос таким способом. Из большого количества способов, к которым мы можем выразить свое мнение, этот способ наиболее удобный, потому что это мы можем обсудить в коллективе, мы можем поделиться какими-то своими соображениями с нашими коллегами и, соответственно, высказать каждое свое мнение. И на рабочем месте это очень удобно. Напомним, голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, проходит до 30 мая. Отдать свой голос за полюбившиеся городские локации можно несколькими способами. На сайте 63городсреда.ру, пройдя авторизацию через госуслуги, или через платформу обратной связи «Госуслуги решаем вместе». В голосовании участвует 20 территорий по всей Самаре. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Сменили форму служебную на футбольную. В Самаре прошел 10-й турнир в СИН России по мини-футболу среди курсантов высших учебных заведений. В соревновании приняли участие 8 команд. Самарский юридический институт в СИН России во второй раз принимал чемпионат. Подробности в нашем сюжете. Команда из Владимирского юридического института в СИН России – постоянный участник футбольного турнира среди коллег. В этом году им не удалось побороться за золотые медали. Как признаются игроки, немного не хватило сыгранности из-за малого количества матчей. Чтобы решить эту проблему, к следующему турниру команда планирует заявиться в городской турнир, чтобы получить необходимый опыт. Всего в 10-м юбилейном чемпионате в СИН России по мини-футболу среди курсантов высших учебных заведений участвовали 8 команд. Самарский юридический институт в СИН России во второй раз принимал внутренний турнир. К организации соревнований подошли ответственно. Для всех команд были организованы проживания, передвижения по городу и обзорные экскурсии. Все матчи в прямом эфире транслировали в социальных сетях. Многие люди уже много лет играют в футбол, отдают свое время этому виду спорта. И помимо служебных обязанностей, как вы правильно заметили, они имеют возможность свой досуг полноценно, ярко проводить, общаться друг с другом. Команда Самарского института подтвердила мудрость о том, что дома и стены помогают. Курсанты завоевали золотые медали домашнего турнира. В финале самарцы обыграли представителей Рязанской академии. Третье место заняла команда Вологодского институту права и экономики в СИН России. Максим Магомедов, Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Эксклюзивный проект телеканала Самаргиз. Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В Самаре продолжается акция «Георгиевская ленточка». Она впервые стартовала в России в 2005 году и стала доброй традицией, сообщает в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Елена Рыжкова. Получить ленточку можно бесплатно на площади Куйбышева и площади Славы с 10 до 12 часов. У фонтана в честь 40-летия Победы по улице Осипенко, 32-Б, с 11 до 13 часов и в Парке Победы с 17.30 до 19.30. В связи с проведением музыкального марафона за Россию с 14 до 22 часов 5 мая будет ограничено движение транспорта на следующих участках дорог. По улице Чапаевской, от улицы Красноармейской до Вилоновской, по улице Молодогвардейской, от Красноармейской, включая перекресток до Ульяновской, по улице Вилоновской, от Галактионовской до Чапаевской, а также по улице Шостаковича, от улицы Чапаевской до Фрунзе, информирует в своем телеграм-канале городской Дептранс. Автобусы маршрутов по номерам 3, 24, 34, 80, 92, 207, 226 и 297 будут следовать по скорректированной схеме. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки в своем телеграм-канале публикует информацию о третьем выпуске видеокниги «Трудовой подвиг Самары. История одного героя» в рамках проекта «Город трудовой доблести. Город наших побед». Из видеозарисовок можно подробнее узнать о тяжелых годах войны и о героях, которые ковали победу на линии фронта и в тылу. Книга предоставлена Самарским дворцом ветеранов. В телеграм-канале администрации Кировского района напоминает, что в регионе проходит голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства в 2023 году. Участвует в голосовании и сквер по Зубчининовскому шоссе. Отдать свой голос за понравившиеся территории можно до 30 мая на сайте 63.городсреда.ру. Потребуется авторизация через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. О выпуске новостей смотрите на платформе Рутюб. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова